здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и винодели зовут меня светлана я биолог по образованию виноградарь и винодел по призванию с нами выращивание винограда и винодели понятно и доступно этот винодельческий сезон еще только-только начинается много ягод еще дозревает на кустах а мы с вами дегустируем урожай прошлого года пробовать сегодня мы будем 15 из смеси прибалтийских сортов винограда там у нас лепсна супага паланга вардова ядвига галюнаса они такие схожие чем-то по ароматике когда-то мы пробовали их делать отдельно белые отдельно розовые в сухих смесь сухих но больше всего нам понравилось игристое и ввиду того что ароматика у них такая схожая ароматика яркая то мы решили остановиться на игристых винах вообще любой ароматический сорт у которого яркие такие вкусы в игристом он просто замечательным ну и прежде чем я открою эту бутылку конечно же красненькое предисловие по технологиям первое мы не работаем с белой технологии когда-то мы попробовали она достаточно муторная в домашних условиях поэтому мы любые цвета ягод делаем по красному то есть с брожением на мязге единственное что брожение на мязге осуществляется при более низких температурах вот по возможности чем ниже тем лучше дальше на всякий случай для тех кто не знает что такое пятнат это самое простое игристое вино в котором газация происходит за счет остаточных сахаров самого виноградного сусла но здесь будет нечистый пятнат рассказываю что с ним получилось осень у нас прошла была такая очень интенсивная у нас малышка которая сейчас чуть больше годика соответственно понимаем что в прошлом сезоне не было пару месяцев поэтому работы много там ручек всего лишь 2 еще 2 поэтому немножко закрутили и завозились и проворонили нужный уровень сахара это раз дело в том что вообще измерить остаточный уровень сахара в сусли когда уже есть спирт очень сложно можно рассчитывать но тоже там все сложно то есть с одной стороны уровень сахара хотя еще немножко там было а второе мое предположение это бентонит я достаточно сильно осветила это сусло бентонитом перед тем как разлить бутылки и потом уже зимой я почитала в одной из в одном из учебников что бентонит влияет на газацию влияет на пузырек ну там определенные всякие физические штуки сложно это объяснять да и не нужно то есть бентонит может влиять на газацию и вот мне кажется что звезды сошлись и так получилось обычно мы 15 вообще пробуем на новый год мы открыли и понимаю что газации там практически нет ну и прошлый сезон был такой тоже не самый лучший да очень холодная осень дождливая там и сахар размыло ароматику размыло в общем все неудачно и получается что и сама по себе вино это пустое если брать его ну как сухой варианты газации там особо нету я погрустила погрустила решила что нет я буду не я если я это неисправно взяла виноградный сок у меня был закатан культурами дрожжами мы не пользуемся вообще почему потому что у меня есть просто убеждение что если у меня есть дикие природные дрожжи я умею с ним работать да я я умею их получать я буду пользоваться тем что дала мне природа так вот я беру виноградный сок у нас на тот момент еще бродили сидры мы берем сидра дрожжевого осадок заливаем сок получается закваска я добавляю немножко сахара даже не сахара я все-таки сделала как положенный ликер вообще если будет вот интересно эта тема не не до газации то я я снимала могу смонтировать ролик рассказать и показать как это было так вот я откупыриваю все бутылки благо их было немного где-то наверное 12 или 15 минут и не то количество и заливаю туда по норме ликер и заливаю туда дрожжевую вот эту закваску и вновь и купыриваю это было может может быть январь может быть февраль сейчас сентябрь ну наверное я опять немножечко просчиталась в газации хотя сейчас оценим что у нас получилось немножко подержал в морозилке бутылочку чтобы нам было легче ее открывать хотя когда открываешь она не сразу вплескивается ну наверное даже сможете это пронаблюдать еще такой момент осадок не удаляли вот как он есть так он есть все вот прошлый сезон мы решили что мы не будем никаких делать вот этих вот макияжей и улучшителей нашим вином вот если они мутноватые и мы понимаем что это не патологический процесс на это не какое-то заболевание вина все мы ничего с ним делать не будем она будет таким как какой она есть и все игристы тоже мы решили я думала этот момент вырезать светит солнце да поэтому стоит зонтик чтобы немножко которых лучше ну пожалуй оставлю значит решили мы на шевина не шлифовать ничего с ним не делать поэтому может быть мутноватой и смотрите перед тем как мы откроем бутылку да еще один такой момент в погребе она стояла вертикально в морозилку я ее положила горизонтально сейчас я опять поставила вертикально поэтому понятно что осадок возмутился я не ожидаю что жидкость будет полностью прозрачна но повторю еще раз это не патологический процесс это нормальный дружевый осадок который специально оставлен в этом вине ну что ж открываем я надеюсь что больше никаких чего-то у нас не случится их так все-таки она немножечко стреляет как видите я с газацией опять промахнулась на сначала в одну сторону потом в другую ну все активная пена ушла но у нас остался мелкий пузырек а вот такой у нас мутноватый напиток тонкий мелкий пузырек поднимается но даже сильно не буду показывать потому что плоховато видно во первых вы видите тут кто-то еще прилетел какой-то шершень он тоже хочет попробовать видно ему тоже вкусно холодная да я вам говорила что с морозилки я достала бокал заплативший плюс само такое мутновато немножко взболтанное поэтому будет мало видно хотя вот сверху если посмотреть то видно что красивым поднимается мелкий пузырек но все-таки я сняла камеру со штатива показать вам игру пузырьков видите то есть они активно поднимаются и они мелкие почему я так обращаю внимание на пузырьки потому что на самом деле это важно и понимаете с одной стороны да я где-то чего-то не подрасчитала возможно что тот сахар который был изначально все-таки он был да и не полностью переработался дрожжами ввиду того что я оклеила все бентонитом и укупыряла может надо было дольше подождать более что это ж была зима да так сложилось я может быть поторопилась что я вот добавила еще сахар дрожжи то есть может быть расчет именно по сахару на не прошел с другой стороны может быть дрожжи сработали слишком интенсивно потому что опять же смотрите чем медленнее брожение тем пузырек будет мягче и мельче то есть смотрите с одной стороны температура брожения на она была низкой это зима там порядка 6 может 10 градусов было в погребе с другой стороны дрожжи были как раз таки в самой своей активной фазе поэтому они так интенсивно поработали ну с другой стороны опять же да надо открывать аккуратно до быстро подставлять бокал потому что вот интересно что несколько бутылок последние наверное месяца полтора мы открывали и каждый раз получалось так даже если мы не сильно охлаждали бутылку то все-таки открываешь сначала идет дымок а потом уже выплескивается жидкость то есть у нас есть время срегировать и подставить бокал запах фрукты леденцы и барбариска вот барбариска из детства да прямо здесь она очень явно ощущается такой запах довольно сильный что понимаете не надо гадать и искать вот есть он или нет с одной стороны он не бьет прям вот так кулаком а с другой стороны он явно ощутим ну что ж пробуем активное покалывание газиков на языке барбариска да она тоже чувствуется она хорошо чувствуется в послевкусии немножко чувствуется груша желтенькая хотя для прибалтов не совсем характерно тем не менее вот почему-то в данном варианте она проявилась немножко чувствуется ореховые ноты если вот кто-то собирал лесные орехи такие счет беленькие молочные очень тонко очень легкая нотка именно вот этого белого лесного ореха но интересно с одной стороны вот прибалты они имеют общую нотку каждый сезон с другой стороны вот каждый сезон немножечко что-то новое появляется во вкусе и мы немножко совершенствуемся в плане того как мы это делаем и что еще хочется сказать нам напоминаю историю которую я рассказывала вначале что не совсем получилось что вот в новый год мы пробуем но но пустое какая-то водичка с легким ароматом то сейчас это это не водичкой не с легким ароматом аромат яркий аромат приятный аромат ощутимый и там не надо искать голову короля и гадать где где там какие нотки даже расскажу такую историю приехали к нам гости но кто-то из гостей говорит не не я вот шампанс не буду я по другим напитком а потом говорят ну ты все-таки попробуй это свое и когда человек пробует конечно хорошо бы такие гости снимать потому что то сразу эффект вау аж что это эффект именно такой домашние и гристое они они очень интересно получаются очень яркий очень выразительно очень сочно вот это будет правильное слово для того чтобы описать этот напиток и это скажем так неудачный год потому что прошлый сезон действительно был неудачным этот обещает быть лучше солнце хорошая погода тепло сухо все до все должно дозреть и и должно получиться еще более интересно ну конечно что хочется сказать напоследок что вообще игристо это очень хороший вариант для любых ароматных сортов игристо это очень хороший вариант если виноград не набрал нужное количество сахара могут даже складываться такие ситуации что например виноград какой-то в сухом вине проявляет себя вообще никак а в игристо проявляет себя классно то есть для нас для домашних виноделов особенно в северном регионе игристое вина ну это это классно это очень хороший вариант поверьте когда вы попробуете да может казаться сложно но когда вы попробуете вы скажете вау а если вы еще любите приглашать гостей и хотите их чем-то поразить то вы их точно поразите еще по срокам до время считайте в год прошел до это урожай прошлого года и это вино но прекрасно себя чувствует сможем ли мы поддержать его дольше но посмотрим там нам бутылки да еще осталось если у нас хватит выдержки то может быть посмотрим насколько она будет развиваться дальше но в принципе принципе год замечательно может храниться замечательно свою ароматику сохранять и более того по моим ощущениям что вот она становится лучше лучше и интереснее а ну она хорошо уже в молодом состоянии на новый год домашние пятна ты прекрасно можно пить но скажем так со временем с возрастом они раскрываются еще интереснее появляются какие-то новые ароматы они как бы сглаживаются уходит это какая-то водянистость и вино становится более округлым более комплексным более сочным так что мы результатом очень довольны даже несмотря на то что получилось вот конкретно в этом экземпляре немножко качки ну что ж так так бывает ошибки винодела не ошибается только тот кто ничего не делает тем не менее мне кажется что у меня получилось замечательно эту ошибку исправить и повторю что если вот кому-то интересна эта тема в плане исправления перегазаться вот если что-то пошло не так пишите в комментариях значит я подниму те материалы смонтирую ролик и обязательно вам покажу надеюсь вам было интересно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще я вам оставляю ссылку на плейлист по игристым винам ссылку на плейлист по домашнему виноделию ссылку на каталог наших сортов винограда и наши контакты и до новых встреч до новых встреч